всем привет сегодня мы рассмотрим два ключевых слова в языке c++ это override и final они появились в одиннадцатом стандарте то есть и плюс плюс 11 вот ну приступим с рассмотрение что-то override вот мы уже рассматривали что такое виртуальность и вкратце что такое наследование вот и и что такое перекрытие то есть не путать с перегрузкой да вот перекрытие это когда мы перекрываем реализацию функций которая была описана в базовом классе вот виртуальность мы помним для чего нам нужна она нам нужна для работы для вызова функций производных классов с помощью базового интерфейса то есть когда у нас есть указатель на базовый класс и в процессе работы мы перенастраиваем указатель на каких-нибудь потомков вот и через базовый интерфейс работаем с функциями производных классов вот и для перекрытия нужно несколько условий обязательных то есть имя то есть точнее функция базового класса вот в данном случае f1 к примеру она должна быть виртуальной есть в производном классе это не обязательно вот это слово виртуал оно обязательно если вы будете перекрывать будете наследоваться от класса b и будете перекрывать именно вот эти функции вот тогда обязательно нужно чтобы функция была виртуальной дальше имена должны совпадать обязательно вот дальше типы параметров на базовом и производном должны быть одинаковые в данном случае видите их нету то есть совпадает вот здесь к примеру инт а здесь он сайт это уже разные типы вот соответственно это уже не будет перекрытием но об этом мы поговорим следующая обязательное условие константность должна совпадать смотрите f1 но как конст а здесь f1 как не конст все это уже тоже не перекрытие вот ну и возвращаемые там типы должны быть совместимыми то есть по-хорошему совпадать так вот но об этих более подробно можно почитать в книге скотта мэйерс эффективный c++ современный эффективный c++ вот то есть там последняя книга его у меня издание 16 года вот то есть там с учетом 11 14 стандарта то есть он разъясняет некоторые нюансы вот плюс почитать у страус трупа разработчика языка c++ так вот давайте посмотрим например есть у нас класс а ну здесь он страх почему потому что мы знаем по умолчанию здесь все функции открытый паблик вот для языка c++ всего лишь одно отличие да ну два отличия структуры от класса том что по умолчанию все паблик и в том что при наследовании нам не нужно указывать модификатор паблик она все наследуется как паблик если бы здесь был класс здесь перед а мы писали бы паблик а ну об этих модификаторах мы все равно как-нибудь будем говорить позже не в этой лекции но в других а вот имеется ввиду контексте наследования вот так вот смотрим пример есть класс а и класс b который наследуется от а и мы это к примеру писал один человек а это второй человек либо же это может вы ему можете быть автором первого класса потом проходит время вы понимаете вам нужно что-то перекрыть про наследовать сан и вы создаете класс b и наследуетесь вот и соответственно есть такой код пример чем да и вы вызываете создаете объект типа а и объект типа б и вызываете у них функции f1 f2 f3 в данном случае на консоль если мы запустим мы видим какие вызовы будут данном случае здесь понятно здесь будут функции класса а вызываться в этом случае функции класса b потому что тип у нас у б какой правильно вот поэтому здесь как бы перекрытие они по факту не работают то есть перекрытие это когда у нас уже через указательный базовый класс мы работаем вот здесь все очевидно вызываются те функции которые мы и ожидали но смотрим следующий пример мы работаем через указатель на базовый класс вот и перенастраиваем наш указатель на класс b на наследника и вызывая вот эти функции мы вполне законно ожидаем что будут вызваны функции класса b давайте это комментируем и запустим вот так как здесь мы перенастроили указатель соответственно все у нас виртуал и мы думаем что все у нас хорошо так дел вот давайте еще раз запустим вот 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 запускаем и что мы видим эти первые строчки мы разобрали а вот теперь совсем не то поведение которое мы ожидали мы ожидали что будут вызовы функций класса b но на самом деле были вызваны функции класса а вот так чем же проблема проблема в том что не все компиляторы не все выдадут смогут выдать даже предупреждение на том что на то что вот здесь к примеру не совпадает константность а вот здесь не совпадают типы а вот здесь это вообще не перекрытие виртуал почему потому что здесь эта функция водит f3 она не вернул соответственно его базовом классе уже никаким образом не перекроешь вот поэтому такие ошибки могут быть и они часто возникают программистов которые не разбирались как бы не разбираются в вопросе либо же очень много различных классов а вот от которых нужно там наследоваться нужно что-то делать соответственно можно допускать ошибки и компилятор на этом может ничего не сказать так вот с си плюс плюс 11 добавилась ключевое слово over right которая помогает избежать этих ошибок что это означает это означает это обязательно ну да ладно это не обязательно компилятор об этом скажет смотрите ну давайте к примеру о врать что означает о врать о врать с помощью ключевого слова мы говорим что мы перекрываем эту функцию соответственно будет полный поиск поиск совпадений по типу по названию по параметрам по константности по ссылочности в базовом классе когда я сказал о врать если же в базовом классе не будет найдено вот точно такая же с таким же именем и совсем перечисленным функция то компилятор на это выдаст ошибку соответственно когда мы в данном случае ожидаем мы думаем и не посмотрели к примеру header файл заголовок какие там функции это легко сделать ошибку забыть конст или забыть вот здесь вместо in an assignment или даже вот такую вот ошибку мы думали что у класса а все мир то оказывается нет но если мы укажем over right то компилятор если не будут найдены совпадения выдаст ошибку но давайте к примеру соберем и посмотрим сборка прошла без ошибки вот теперь то есть обязательным условием не обидавать смотрите пор я говорю я вот наследуюсь и думаю что f1 то есть я хочу перекрыть f1 и пишу over right теперь попробую собрать где тут build вот я собираю и я получаю ошибку от компилятора так как он говорит что эта функция не может быть перекрыта потому что такой же функции здесь нет я это заставляет меня идти в базовый класс и смотреть что не так я вижу что я забыл конст когда добавил этот конст я спокойно могу пересобрать и все будет отлично сборка прошла никаких ошибок вот поэтому поэтому если вы перекрываете функции базового класса обязательно используйте over right обязательно тогда это будет гарантия того что вы действительно перекрыли функцию базового класса если вы огород не используете может быть вот подобная ошибка давайте посмотрите пример 2 ну к примеру если мы вот здесь напишем over right тоже будет ошибка потому что вводит f3 вот здесь вроде как бы совпадает да но вот здесь нету virtual соответственно это никакое не перекрытие компилятор тоже ругнется соответственно вот здесь я добавил virtual и перекрыли давайте запустим пример 2 то есть это все будет на гитхабе поэтому поэтому можете скачать для наглядного там примера и теперь вот здесь в примере в примере экзампл 2 вот он да у нас все помечено как over right и у нас поведение ожидаем то есть обычно же разработка то есть вызовы функции обычно идут после того как класс разработан соответственно вот здесь все ожидаем вызываются функции класса b вот все прогнозируемо и ожидаем поэтому over right очень помогает поэтому всегда его используем следующее ключевое слово которое хотел на которой я хотел бы обратить внимание которое было пришло к нам с 11 стандарта вот это слово файл вот раньше до 11 стандарта не было возможности то есть синтаксической возможности не было каких-то конструкций языка которые предусматривали бы запрещение наследования то есть нельзя было просто так запретить наследоваться либо перекрывать функцию либо наследоваться от класса это все обходилось там всякими извращениями вот скрывались конструкторы или деструкторы потом там были способы когда опять таки было наследование наследование виртуальное об этом других лекциях поговорим о виртуальном наследовании в общем разные способы были чтобы запретить наследоваться вот чтобы на код не собирался но это не было предусмотрено самим языком с 11 стандарта к нам пришло ключевое слово файл которая то есть теперь в языке предусмотрено такое ключевое слово с помощью которого мы можем запретить наследование либо перекрытие вот давайте посмотрим на example 3 то есть это у меня все закомментировано соответственно когда вы с гитхаба скачаете вы можете раскомментировать убедиться что будет ошибка компиляции вот но давайте рассмотрим пример вот этот пример данном случае есть базовый класс функция f0 и файл я говорю что это окончательная версия то есть на единственное и окончательное да вот этим я запрещаю в наследниках создание таких же функций с такими же именами с такими же именами возможно типами параметров и так далее то есть это тут уже не экспериментировал и стандарт детально мечтал это вы можете сделать сами и обязательно должны сделать вот но в данном случае сказал f0 все наследоваться от нее то есть перекрывать ее нельзя и все после того как я раз комментирую вот эту функцию f0 и попробуй собрать то ожидаемо будет ошибка компиляции вот поэтому поэтому очень удобная вещь дальше есть у нас с класс b наследуется от а вот здесь мы перекрываем функцию f1 базового класса это видно так то но вполне возможно что от класса b кто-то тоже будет наследоваться соответственно на каком-то этапе я говорю что все хватит вот о врате перекрыл но это окончательная версия здесь f0 она одна единственная здесь же есть f1 и здесь есть один функции свои реализации но дальше по наследование от класса b я сказал уже все f1 перекрывать нельзя соответственно если раскомментировать вот этот участок кода то компилятор угнется на вот эту вот функцию вот потому что обнаружит что уже ее перекрывать нельзя то есть довольно таки удобно потому что ситуации могут быть много задач может быть много и где-то мы можем просто уже запрещать перекрывать функции есть дальше второй пример рассмотрим по поводу запрещения наследования у нас может быть какой-то класс и мы можем запретить от него наследоваться вот это легко сделать пишем стракт или класс имя и в конце файла дальше попытка про наследоваться от него вызовет ошибку компиляции все легко и просто не надо никаких извращений то же самое когда у нас есть дерево наследование есть класс а класс б и вот класс б у нас окончательный то есть от класса б наследоваться нельзя б про наследоваться от а но от б нельзя соответственно пишем класс стракт имя и то же самое файл а вот и дальше про наследоваться от б уже нельзя будет ошибкой компиляции вот поэтому как бы ничего сложного здесь нету вот дополнительно можно почитать в других источниках либо может быть есть видео об этом вот почитать книги страус трупа скотта мэйерса как бы я их рекомендую потому что это довольно толковая ну и авторитетные для меня авторы и книги вот поэтому по поводу о в райд и файла в принципе наверное все чтобы воду не лить как говорится да это не разжевывать примеры все эти будут вот и плюс еще что хотелось сказать был было обновлено у меня же примитив вот те кто следит за обновлениями на гитхабе тут видела кто не следит то 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 давайте я вам покажу что уже было добавлено то есть я добавил еще несколько примитивов вот то есть были добавлен я не помню что не было но в результате у нас здесь . линии набор линий открытые линии закрытый круг заполненный круг площадь какая-то здесь прямоугольник заполненный прямоугольник триугольник заполненный grid вот сетка и заполненная сетка вот как бы наверное больше никаких примитивов добавлять не буду но это не факт может и добавлю но уже есть немало примитива с помощью которых уже кто-то может использовать это в своих каких-то маленьких проектиках программках даже курсовых работах то есть 2d игрушку какую-нибудь или еще чем-нибудь или визуализация каких-то алгоритмов вот плюс еще добавил функцию move потому что она будет нам нужна функция move который просто перемещает данный примитив на указанную точку вот где у нас примитивы вот функция move соответственно примите ваш у нас разному состоять из множества точек и просто перенести перемен примитив довольно сложно нужно каждый раз пробегаться по массиву точек вот и перемещать соответственно есть просто функция move который принимает там смещение dx dy пример если нам ну да то есть или грубо говоря там новые координаты но на самом деле прям но но на самом деле это просто смещение вот это когда мы создаем объекты и у них по умолчанию координаты инициализируются нулями то да на следующий вызову у нас установит по этим координатам вот обычно же координат у нас положительно но дальше у нас обязательно может быть смещение влево вверх вниз вправо поэтому нужно понимать что это мы получаем смещение относительно текущих координат вот и все поэтому поэтому можете я думаю кто-то уже использовал где-то в своих примерчиках но можете использовать не так уж сложно и рисовать их то есть инициализировать не так сложно и рисовать их а дальше можно двигать их куда-то вот в любом случае уже у каждого объекта есть функция move вот поэтому поэтому на сегодня все вкратце разобрали что такое оврайт и final более детально я думаю смысла разбирать нет поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся все всем пока